всем добрый день сегодня 13 января 2021 года и наши чишки малышки говорят вам доброе утро желают вам хорошего дня прекрасного настроения поздравляют с наступающим старым новым годом желают исполнения всех желаний добра тепла в душе семье и всего 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 самого доброго и светлого наши прекрасные малыши передают привет сабинушка передает вам привет юля кто тут кто тут гуляет наш мальчик космос кос да анфиса говорю феодосия замерзла что ли моя девочка моросит дождик царица вам передает наш шарик большой привет так все вышли все пойдемте гулять погуляем погулять скорее скорее побегаем и пойдем мыть лапки пойдем домой сегодня в этом видео в двух словах хотела рассказать о молочных зубах наших питомцев подростков да потому что у нас очень много было выпускников и как раз сейчас тот возраст когда начинается за начинает заканчиваться смена зубов и на что нужно обратить внимание все дело в том что у чихуахуа очень сложно выпадают молочные зубы до для ускорения расшатывания зубов нужно давать собачка много грызть это могут быть полезные хорошо сушеные вкусняшки трахеи уши те которые собаки будут грызть но не съедят сразу да либо это могут быть сырые не опасные огромные кости чтобы собака тоже не опасные в том смысле чтобы собака не могла заглотить кусок но они очень хорошо массируют зубы расшатывают массируют десна расшатывают зубы молочные и вероятно что зубки могут выпасть при этом но не всегда помогает сожалению только грызть иногда бывает вырастают коренные зубы рядом с молочными что в этих случаях мы делаем мы пытаемся пальчиками потрогать насколько крепко сидит зуб если зуб сидит очень крепко пожалуйста не пытайтесь вырвать сами раскачать потому что так таким образом можно свернуть собаки челюсть вот если при том что она грызет все равно у нее не выпадают зубы маленькие резцы там с ними проблем вообще не даже если в два ряда там можно пальчиками их чуть-чуть подковырнуть и они выпадут а вот с клыками с обстоят немножечко ситуация сложно ну если у меня получится сейчас покажу вот анфиса и почти 7 месяцев юля уйди вот и он у нее в два ряда секундочку в два ряда не в два вида а два клыка анфиса два клыка вот их видно тонкий и рядом крупный и как видите новый зуб он идет впереди анфиса впереди а потом идет остренький это молочный и вот так как они у нее не выпали сами нам придется их удалять удалять можно примерно царица почему они уже не выпадут у нее потому что коренной зуб закрыл собой вырос и закрыл собой молочный зуб а он как бы теперь его предохраняет можно я буду одна говорить почему так происходит много раз я рассказывала о том что царица царица ты мне мешаешь я много раз рассказывала о том что чихуахуа и вообще мелкие породы интенсивно растут до 6 месяцев так вот естественно растет собака и растет челюсть и челюсть растет настолько быстро что у крупных пород при смене зубов коренной зуб выталкивает молочный чихуа не успевает то есть через вырастает быстрее и зубик вырастает уже рядом не выталкивает молочный зуб поэтому за этим нужно следить за порядком полости рта вот как по поводу удаления сейчас очень модно удалять молочные зубы под наркозом все те кто живут в крыму в симферополе могут написать мне я вам телефон ветеринарного врача который это делает без наркоза наркоз это очень опасная вещь для маленькой породы да и вообще для любой собаки хорошо если врач правильно рассчитает и ваша собачка проснется собаку можно на самом деле потерять она может просто не перенести наркоз поэтому наркоз это дело такое крайнее как говорится и к сожалению ветеринары на сегодняшний день не все компетентны в мелких породах и даже они говорят там легкий наркоз либо делают там не наркоз а какой-то там типа чтобы собачка чуть-чуть поспала поверьте много случаев когда собачки не просыпались поэтому если есть возможность приехать в симферополь записаться на удаление зубов без наркоза пожалуйста спрашивайте я скину телефончик ветеринара который это делает категорически без наркоза и это очень радует что у нас есть такой ветеринар зубкова Ольга Николаевна ну вот что хотела рассказать филипп не не шали нельзя вот так вот они играют доминируют птички тут у нас ни у кого нет просто вот такая игра все всем пока до новых встреч до новых видео будут вопросы спрашивайте постараюсь поделиться своими знаниями если кому-то интересно еще раз хочу подчеркнуть что это лично мои убеждения я никому их не навязываю если кто-то считает по-другому у каждого есть справа думать так как он хочет и я делюсь лично своими своим опытом поэтому поэтому не обижайтесь если мое мнение расходится с вашим всем всего хорошего до новых встреч пока